Всем привет! Сегодня я хотел рассказать о любви здесь, в Германии, к всяким очень-очень дорогим продуктам, которые вообще столько не стоят. Это, конечно же, заметно в том числе и по велоиндустрии. Велосипеды стоят больше 10 тысяч евро. Подожди, пара месяцев, и они уже за 5 продаются. Как так получилось? Машины, то же самое. То есть, все вот примерно на таком вот принципе основано, что сначала нужно гигантскую цену завалить, потому что всегда в Германии любят говорить, что каждый день рождается идиот или дурак. То есть, найдется обязательно тот человек, который купит это по такой цене. И сегодня у нас Muesli. My Muesli. И это одна из самых дорогих фирм в Германии по производству Muesli, о которых я хотел рассказать. Собственно, сразу, как они выглядят. Это, надеюсь, показываю что-то. Но это такие мелко нарубленная овсянка или помолотая с ягодами в данном случае. И, как видно по красной этикетке, мы купили их по уцененке, потому что они подходили к своему окончанию срока годности. И да, это ничего плохого, в принципе, здесь нет. Тем более, что там месяц, по-моему, почти оставался. Но вот они нам обошлись в 3,10 евро за вот такую штуку в ней. 575 грамм. И это все в биокачестве. И в дополнительном стандарте BioCrice. Здесь нет, однако, диметр или BioLand. Но ценник все равно высокий. Изначальный ценник, вот именно на этот вкус, около 7 евро. Это даже не самые дорогие. Это, наоборот, самые дешевые у MyMuscle. Обычно стоят от 8-9 евро примерно. Есть еще Limit Edition. Судя по упаковке, вы могли, наверное, понять, что в том числе разные версии продаются, по-моему, в России. Даже настолько мои мысли популярны, что в России есть подделка на них. Так что внимательнее. Минусы упаковки, собственно, я сразу тоже скажу, что это здесь вроде как картон, как Принглс. Но вот эта часть из пластмассы, и она для меня не совсем выглядит как ресайкл. Вот именно эта версия Birchia. Она для того, чтобы заливать молоком. И потом это все более-менее в такую кашу превращается. То есть не 100% в мюсли. На сайте MyMuscle можно эти мюсли самому составлять, и тебе будут присылать. Можно сделать сервер с подписки и так далее. И как все составляется, имеется база. Там за 6 евро, скажем так. И не скажем, а точно, по-моему, 6 евро стоит. И можно выбирать разные ягодки. Например, эти блюберри и так далее, и так далее. Допустим, добавил блюберри, стало не 6, а 7 евро. Добавил малинку, стало 8 и так далее. Я не пробовал набирать максимальную сумму, но, скорее всего, можно далеко за 10 евро уйти за всего лишь 575 грамм. Да, это просто подумайте. 575 грамм – это, в принципе, то количество, которое можно с утра запросто съесть. Отлично. То есть активный человек запросто может утоптать одну упаковку в день на завтрак. Здесь она стоит под 10 евро. Да, вот такая вот история My Muesli. И по поводу того, что люди здесь иногда покупают просто очень дорогие вещи. Что можно еще именно в контексте My Muesli добавить? Что у них есть свои бутики. То есть мы, по-моему, даже показывали в каких-то городах. Просто отдельные магазины в центре города, где огромная стоимость съема этих помещений. Люди используют в качестве подписки сервис, вот у My Muesli, и им каждую неделю присылают по 3 штуки, по 6 штуки, смотря кто сколько заказывает. Я думаю, что этому поведению, скажем так, когда-то должен прийти логичный конец. И это в контексте кризиса экономического актуального должно измениться определенно, чтобы в будущем у нас было больше шансов, в принципе, выжить в том числе. Как мы живем? Мы живем в муравейниках и ожидаем, что нас будут кормить. В том числе во время типа псевдокарантина в Германии сказали сидеть дома, но не беспокоиться, еда будет. То есть это было основное обещание, что еда никуда не денется в магазинах, она будет, и вы можете закупаться без проблем. То есть у нас дома ничего нет, но мы ожидаем, что нам кто-то все это сделает. На самом деле сейчас из-за мирового кризиса, так как и собирать стало урожай гораздо дороже, и вообще все должно стать дороже, грубо говоря, потому что рабочая сила тоже не становится более дешевой. Особенно здесь, в Европе, все смотрят на вот этот высший стандарт жизни, хотят жить в хорошей квартире, хотят покупать всякие дорогие вещи и так далее. То есть люди все абстрагируются от своей природы, я бы так сказал. То есть кто-то, чтобы выращивал сам здесь, в Германии, столько домов своих, вот гуляем, смотрим. У большинства, я бы сказал 97-98%, у абсолютного большинства просто газоны. Просто газоны. Ни одного фруктового дерева. Ну посади же ты хотя бы яблонью. Нет. Люди живут в хорошей природной ситуации, то есть рядом с лесом даже такие дорогие совсем участки дома. Ни одного дерева фруктового. Просто какие-то деревья, если вообще... Ну в основном просто газон. У некоторых есть парники свои. Там они, опять-таки, вот я не знаю, что выращивают, либо просто какие-то тропические растения, или просто декоративные вещи. Но вряд ли, вот я не видел типичных парников, как у нас был на даче, где росли огурцы, такие вещи. Такое вот, но вообще редко в Германии. То есть здесь независимость и свои собственные продукты, это не развито. Вообще не развито, к сожалению. И это представляет себя опасность большую, что потом вот это все мои гусли и прочее, по таким ценам, эти цены станут нормальными. Потому что кто-то это за нас выращивает, кто-то тоже хочет зарплатку иметь, кто-то тоже хочет хорошо жить и так далее. И тогда тем, кто живет и ожидает, что в магазине все будет, им нужно, в свою очередь, еще больше зарабатывать, еще больше зарабатывать, еще больше конкуренции. Куда все это стремится в итоге? Еще больше населения. Конкуренция возрастает постоянно, каждый день. То, что вчера еще было нормально зарабатывать, скажем, чистыми полторы тысячи евро, то сейчас уже говорят, как ты вообще живешь на эти деньги? Это просто жесть. В том числе, вот, наверное, Путин живет в каких-то представлениях, иллюзорных, конечно, но я считаю, что они имели когда-то место быть. То, что он говорит, 17 тысяч, это средний класс зарабатывает. Возможно, когда-то это было, или, возможно, где-то это до сих пор и нормально столько зарабатывать. Особенно, например, в деревне, где, в принципе, мало работы. Сейчас в типичной российской деревне там вообще, наверное, нет работы. И 17 тысяч зарабатывать, это вообще отлично. Но в современных реалиях Путин, к сожалению, не поспевает или не хочет поспевать, или отрицает современные реалии. 17 тысяч, это ничто. И с каждым разом это становится лишь все хуже. И здесь, конечно же, нужно противодействовать. И если ты в России живешь, то в том числе, да, сады. Раньше за копейки можно было приобрести территории под сад. Сейчас все дороже и дороже становится. Я не знаю, как у вас, показания, по крайней мере. И опять-таки, да, сады, свои дома имейте. Если их легко сейчас купить, какие-то территории, землю, если она достаточно плодородная, или ее можно затюнинговать, в том числе червями там, чтобы все это биосообщество росло, и чтобы у тебя все это плодороднее становилось, если все это можешь сделать, покупай это, выращивай сам. Иначе, к сожалению, у меня возможности в Германии вообще, ну, ноль взять свою территорию, потому что здесь цены просто unreal. Я бы, если я сейчас возьму какой-то нормальный участок, то, во-первых, построиться на нем будет огромную сумму стоить. Ну, лично для меня вообще все это неподъемное. Так вот, территория более или менее в хорошем месте, не где-то в загазованном. Ну, будет где-то 1200-300 стоит достаточно на территории, и она будет просто голая, и там нужно будет все самому заново делать, и за это я буду уплачивать, наверное, все оставшуюся. К сожалению, для меня не варик. Если у тебя другие условия, то, конечно же, стремись, опять-таки, к тому, чтобы сам себя обеспечивать этим всем, или, по крайней мере, чтобы у тебя был такой вот план B. И, в принципе, когда мы на дачу ездили хотя бы, хотя это было только в сезон, но, понятно, я учился в школе, а на дачу ездили мы, когда у меня были каникулы в России, это, блин, это всегда было классно, да, я там поливал это все, мне это не совсем нравилось, но потом тоже нравилось, что, ага, скажем, разом легче, я сильный и так далее, типа там маме показываю, что, или кому, что, вот я сильный, я полил весь сад, или перекопал там, это тоже мотивация была, но в конце, да, то, что это все растет, и потом ты это кушаешь, это же как вознаграждение, самое высшее, наверное, было, это гораздо лучше, чем если бы я 40 часов, 50 часов в неделю работал здесь, потом пошел в магазин и сказал, вот, я могу себе позволить вот это дерьмо, вау, блин, вот это вознаграждение, нет, это совершенно, это вообще несравнимо, а, поэтому, если есть возможность, то, конечно, да, то, что я сказал уже, но это было все вот сегодня, наверное, наболтал, спасибо за внимание, любом случае, надеюсь, вам было интересно, точку зрения по этому вопросу услышать, до новых встреч, до новых встреч,